Как долго будет формироваться этот новый миропорядок? Ну когда наконец-то что-то станет прогнозируемым, стабильным, если хотите? Ну это вы забудьте, насчет прогнозируемости и стабильности. Сейчас просто эти слова на какое-то достаточно долгое время надо, ну как бы забыть про них. К международной ситуации они отношения иметь не будут. Это не означает, что нам грозит полный хаос и страшные потрясения и войны, хотя исключательно нельзя, но думаю, что все-таки до этого не дойдет. Не говоря же о том, что, как выясняется, потрясения могут быть совсем другого рода, как мы убедились в этом году. Мы только вступили в фазу, когда мы перестали надеяться на то, что прежний порядок можно отремонтировать. То есть сейчас мы понимаем, даже те, кто самые яростные адепты того предыдущего порядка, теперь они уже не настаивают на том, что он может быть восстановлен. Ну или может быть когда-нибудь потом, на следующей фазе развития, но это какое-то неопределенное будущее. И явно уже будет тоже ничего не похожее на то, что мы видели до этого. Хотя, может быть, те же принципы возникнут. Поэтому краткосрочная перспектива у каждой страны сейчас – это выживание относительно спокойно в условиях постоянно меняющегося контекста, во-первых. Во-вторых, мы возвращаемся к самому началу разговора, что абсолютно ключевым фактором становится устойчивость государств. Устойчивость к самым разным факторам воздействия, как внешним, так и внутренним. Потому что это отдельная огромная тема, конечно, общество сейчас играет гораздо большую роль, чем когда бы то ни было. В силу того, что они обрели новые инструменты влияния, все эти новые технологии, они дают абсолютно новые. Эти инструменты влияния имеют две стороны. Одновременно через них же государство получает возможность гораздо более глубокого контроля. Но это такое, как действие рождает противодействие, это бесконечный цикл. Что возьмет вверх – ракета или противоракета? Или там броня или снаряд? Но, конечно, это очень сильно все меняет. Опять же, общество, гражданская активность масс, которая после конца Холодной войны считалась залогом демократии и правильного развития. Сейчас мы видим, что это может быть совершенно по-разному. Общество приводит к власти популистов, популисты начинают все менять совсем не в ту либеральную сторону, как думают. Общество никого не приводит к власти, а просто все разносит в пух и прах. И дальше надо строить на руинах. Ну и так далее. То есть, это опять же к моему замечанию несколько минут назад о том, что все мантры и догмы предыдущего периода, они просто теряют смысл. Потому что можно громоздить, можно вести парень, чем мы, собственно, все и занимаемся без конца. Мы конструируем из этих кубиков, которые у нас есть, как там малоприличный анекдот про мальчика Кая, который из четырех известных букв пытается сложить слово «счастье». Но не получается. Вот сейчас мы в этом положении мальчика Кая, а буквы у нас старые, все те же четыре. Но, конечно, алфавит богаче, и мы просто еще из коробочки, где лежат другие буквы, их нельзя.